Понятно, что задач, которые требуют неотложных и решительных мер, в стране сегодня много. Новому составу Кабмина президент Садыр Джапаров в минувшую среду настоятельно и однозначно рекомендовал избавляться от бюрократии, оперативно решая проблемы. Президент Джапаров не хочет излишних многодумий. Он хочет решительности, темпы и быстроты. Он хочет прорывного развития. Только прорывное развитие может нас вытащить из болота, поможет нам наверстать какое-то упущенное время за прошлые годы и хотя бы сохранить какую-то динамику по сравнению с нашими хотя бы ближайшими соседями, которые ушли далеко вперед. Именно в этом плане, как отметила Эдиль Байсалов в эфире программы «МАЕК» на телеканале «Алато-24» предыдущий Кабмин во главе с Лукбеком Мариповым не оправдал возложенного президентом доверия. Лукбек Асамединович Марипов, когда он был выдвинут на эту должность, он же воодушевил большую часть нашего народа. Всем он очень показался правильным кандидатом в премьер-министры, председатель Кабинета министров. И он сам говорил, и мы все были согласны, что это правительство должно прослужить пять лет. Мне очень жаль, что так случилось, но дело в том, что основная проблема правительства Марипова заключалась в том, что они не выдержали тем и ожидания, заданные президентом Джапару. Теперь же все решения будут приниматься оперативно, потому что речь сейчас идет о прорывном росте. Больше не будет излишних процедур согласования. И альтернативных центров принятия решений, говорит зам предкабмина. Поделился он своим мнением и о соцсетях. Это правительство будет ориентироваться на общественное мнение. Оно будет искать его поддержки. Мы будем укреплять, мы будем строить совершенно новые отношения с представителями гражданского общества. И об этом скоро будет заявлено. Мы уже со многими из них переговариваемся. Но это не то же самое, когда сидят люди на соцсетях и считают, что они умнее членов Кабмина. И они знают, что нужно народу делать. И это правительство, оно дезориентировано и их слушается. Такого, конечно, больше в нашей стране не будет. Отмечено и то, что новый Кабмин будет привлекать к работе всех, у кого есть высокий потенциал, чтобы, наконец, вывести страну на путь устойчивого развития, добавил зампредседателя Кабмина и про свой стаж работы. В 2003 году первый президент Кыргызской республики Асхара Кайчакаев назначил меня в состав 40 членов конституционного совещания. 40 членов конституционного совещания. Я очень хорошо помню, как я открыл эту газету «Слово Кыргызстана» и вот увидел свою фамилию между Баековой и Бакиевым. Вот я там был. Понимаете, да? И я в этом состав 40 человек во главе с Турдакуновым Субалевичем, Шингизом Теракулычем и всеми другими аксакалами нашей страны. Я был, естественно, самым молодым. 25 лет я писал конституцию. Почему-то тогда вопросов моего «Есть ли у тебя опыт? Есть ли у тебя достаточный стаж?» Такого не было. Прокомментировал Эдиль Байсалов и свое возвращение в Кыргызстан. В 2019-м, напомню, он был назначен послом Великобритании и Северной Ирландии. Всем нам сейчас надо вставать на путь национального развития. Если мы дальше так продолжим, если мы дальше так продолжим, ну мы ни к чему хорошему не придем. И упреки там ставить, что вот ты там приехал, значит, вот ты их там кого-то спасаешь. Я спасаю страну. Вот кто-то тонет, ты же бросаешься в воду. Да, ты можешь утонуть. Ты можешь утонуть. Ну, таков инстинкт человеческий. А тут страна наша тонет. Что же я? Буду стоять в стороне? Поэтому, конечно же, мы будем не только вытаскивать страну, мы будем запускать его на уверенный, уверенный путь развития. Предстоящий осенне-зимний период, нехватка электроэнергии, инфляция, продолжающаяся пандемия, словом, проблем сейчас предостаточно. И, как отметил зампредседателя Кабмина, который, собственно, и курирует соцблок, эти проблемы будут решены. Кроме этого, главное сейчас – обеспечить проведение свободных и справедливых парламентских выборов. Такую задачу перед членами Кабмина обозначил и президент Садыр Джапаров.